всем добрый день с вами виктория и сегодня я хотела вам рассказать как приготовить торт супер марио в домашних условиях своими руками такой торт прекрасно подойдет для мальчика на детский день рождения я его готовила для своего сына тортик у нас будет шоколадные шоколадными бисквитами кремом и ганашем и в конце мы его украсил по тематике супер марио сначала приготовим бисквит приготовления нам понадобятся яйца сахар молоко какао разрыхлитель ванильный сахар или ваниль сливочное масло мука и щепотка соли полное количество ингредиентов я вам оставлю в описании под видео в емкость выбиваю 6 яиц яйцам добавляю 180 грамм сахара и взбиваю миксером в белую пышную массу обязательно добавляем щепотку соли и ванильный сахар или ваниль в другой емкости смешиваем все сухие ингредиенты 200 грамм муки 30 грамм темного какао какао нужно брать обязательно хорошего качества не сладкий и 11 грамм разрыхлителя это 2 чайные ложки все хорошо перемешиваем и теперь в несколько приемов будем просеивать сыпучие ингредиенты во взбитые яйца с сахаром и аккуратно будем перемешивать с лопаткой муку с разрыхлителем я полностью добавила и перемешиваю все до однородности и последний этап нам нужно растопить молоко со сливочным маслом еще горячее молоко со сливочным маслом добавляем в ранее замешанную массу наливаем половину перемешиваем горячее молоко со сливочным маслом помогут нам довести тесто до полной однородности если оставались какие-то крупиночки то они полностью у нас растворяться и добавляем оставшуюся часть молока со сливочным маслом и еще раз перемешиваем выпекать бисквит я буду в кондитерском кольце я его установила на диаметр 20 сантиметров и плотно переложила фольгу и фольгу я свернула вдвое и будем запекать бисквит в ранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 45-50 минут может быть понадобится немного больше времени ориентируйтесь по своей духовке шоколадный бисквит у меня запекался 50 минут проверяем его деревянной шпажкой достаем его из духовки даем ему полностью остыть пока наш бисквит остывает приготовим шоколадный ганаш этот ганаш я буду использовать как крем для прослойки коржей 300 грамм темного шоколада поломаю на кусочки и мелко порублю ножиком 300 миллилитров жирных сливок сливки обязательно должны быть минимум 30 процентной жирности отправляем на маленький огонь и доводим до закипания но не кипятим и выливаем сливки в порубленный шоколад плотно накрываем крышкой и оставляем на две минуты две минуты прошло открываем крышку шоколад уже практически растопился не до самого конца но процесс уже пошел и теперь нам нужно все хорошо перемешать до полной однородности шоколадный ганаш накрываем пленкой в контакт и даем ему полностью остыть бисквит полностью остыл достаю его из формы мне нужно три коржа бисквит я буду разрезать с помощью ножа и нитки шоколадный ганаш меня полностью остыл убираем пищевую пленку и взбиваю миксером до загустения приготовим шоколадный ганаш в этот раз уже шоколадный ганаш не для прослойки коржей а для покрытия торта порции я беру один к двум то есть на 300 грамм темного шоколада 150 грамм сливочного масла шоколад я буду растапливать на водяной бане также это можно сделать короткими импульсами в микроволновой печи убираю емкость водяной бане и даю шоколаду остыть практически до комнатной температуры очень важно чтобы шоколад и сливочное масло были практически одинаковой температуры шоколад у меня полностью остыл добавляю в него сливочное масло и все хорошо перемешиваем сначала перемешиваю просто лопаткой и затем взбиваю ганаш миксером вот я вижу для меня еще ганаш немножечко жидковатый я его уберу ненадолго в холодильник буквально минут на 15-20 и потом еще раз за меня тортика я приготовила пропитку для пропитки я закипятила 140 миллилитров воды 70 граммами сахара буквально закипятила в течение трех минут и затем добавила две столовые ложки экстракта ванили пропитку нужно тоже остудить все готово я подготовила вот такую подложку которую я делаю из фольги и картонки самую обычную собирать я буду в кондитерском кольце кольцо я установила на диаметр 20 сантиметров на подложку выкладываю немного крема и выкладываю первый корж пропитываю первый корж пропиткой крем визуально делю на две части первую часть крема добавляю на первый корж и все аккуратно разравниваю выкладываю второй корж пропитываю пропиткой и выкладываю оставшийся крем и выкладываю последний третий корж и в таком виде убираю тортик в холодильник хотя бы на 1 час чтобы крем немного схватился тортик у меня простоял два часа в холодильнике крем схватился убираю кондитерское кольцо немного подравниваю тортик по бокам теперь буду покрывать тортик шоколадным ганашем который мы делали для покрытия и выравнивания тортика я не профессионал буду стараться делать как можно ровнее друзья заготовка торта полностью готова убираю торт в холодильник минимум часов на 6 а лучше на ночь и потом буду украшать его и вам показывать торт у меня простояла в холодильнике всю ночь хорошо пропитался я его достала сегодня у нас день рождения сын выбрал персонаж супер марио я купила вот такой диск из мастики уже готовый и специальный съедобный клей для того чтобы его приклеить делаю я это в первый раз посмотрим как получится напишите мне в ваших комментариях понравился ли вам этот тортик вот у меня круглый диск вот такой который мы приклеим сверху на тортик а этого для того чтобы приклеить по бокам мастика у меня пролежала холодильнике пять минут и вот так делаем ее по сгибу стола чтобы она отклеилась посмотрите торт я уже смазывала съедобным клеем и аккуратно сверху накладываю наш декор из мастики в принципе получается красивенько аккуратненько и теперь достаю вот эти полосочки такие то же самое делаем по бокам расскажите мнеkat хотела вам показать кусочек посмотрите получаются слои ровные разрезается торт очень легко хотела вам еще подсказать насчет вот этих сахарных картинок я пользовалась ими в первый раз для того кто хочет также приготовить для своих детей например несколько советов хочу вам дать производитель пишет что картинки можно приклеивать на мастику или сразу на ганаш с помощью пищевого клея что я и сделала я приклеила на ганаш с помощью пищевого клея эти картинки очень очень тоненькие легко отклеиваются по бокам поэтому если вы будете сразу приклеивать на ганаш также как и я то очень хорошо смазывайте клеем по бокам потому что при отрезании тортика вот эти вот картинки по бокам иногда сползают осторожно но я все-таки советую приклеивать их на сахарную мастику то есть обтягиваете тортик мастикой и затем приклеиваете эти картинки вот таким образом вот такие мои советики а так тортик получился очень вкусный все дети и взрослые были в восторге обязательно попробуйте приготовить шоколадный торт по такому рецепту вам очень понравится всем желаю приятного аппетита не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал всего вам доброго и до новых встреч с вами была виктория я